Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Лысый Пётр, и мы продолжаем проходить игру под названием Lays of Fear. Извините, ребята, что я так внезапно просто отключился, я даже не заметил этого. В общем, да, входим мы в белую комнатку и продолжаем проходить эту чудесную игру. Но только здесь практически ничего нет. Что это? Так, какая-то картина была замылена вся. Я думал, что эта графика подвисла, на самом деле, нет. Ладно, дорогая моя, продолжим? Вот так. Что бы ни случилось, смотри на меня и слушай. Ну, я тебя слушаю. Так, на чём мы остановились? Ах, да, принцесса, оказалась одна в темноте. Но что-то ей подсказывало, что где-то рядом рыщит злая ведьма. Ой, только ведьмы. Когда глаза принцессы выглядели золотой, она увидела краем глаза какое-то движение. Тихо, 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 тихо. Эй! Пожалуйста, погоди меня. Не верти головой! Смотри на меня! Что-то стрёмное происходит. Но она боялась пошвыльнуться, зная, что это её погубит. Принцесса слышала жуткое рычание. Ведьма спустилась в цепи своего чудовищного пса. Монстры, ты хочешь, что я скажу, что конец или нет? Ох, поглядь, я только нет, а? Ладно, принцесса всё время вертелась её разом, поэтому прислушник злой ведьмы заметил её и волок в темноту, где она изгинула навсегда. Конец. Моя вина. Виновата всегда была я. От меня требовалось только день за днём по несколько часов подряд позировать, пока, наконец, он не добьётся желанного результата. Я превращался по пыткам, после каждой из них чувствовала себя причиной всех его неудач. Ну, да, что-то он слишком сильно ребёнка звонил. Этим позёрствам, конечно, это хорошо, но не настолько же. Блин, ведьмы, пожалуйста, не пугайте меня ведьмами, не страшные, стрёмные бабки-ёшки. Ох, уже стрёмно выходить. Ну, хотя это просто воспоминания девочки, так что... Поэтому это так украшено всё. Что это? Хм. Рисунок. Волк. И она скармливает ему игрушки. Как вот это понять, я даже не знаю. Так, хорошо, ну продолжаем. В принципе, мы уже в каждую комнату зашли. Ещё в той серии. Не понимаю. А, ну да. Видно, что здесь неудачно. Даже две одинаковые. Сюжет игры построен на том, что вот есть отец, который пьяница, шизофреник, параноик. И можно привязать ему очень много ещё чего. Ну, картины у него зашли, бедные, кстати, реально. И он свою двою и жену, и дочь. И они страдали. И сейчас дочь решила вернуться в отцовский дом. Вот мы вернулись. Так, ну документы, что мы смотрели, да, вот эти? Да, это всё мы читали. По идее, по идее, куда будем ещё сходить? Где мы с ним были? Так, подожди, как там была дверь закрыта, я помню, вот это, да? Может быть, теперь она... Открыта, да! Ой! Открыт. Я сказал... Да блин, чё, дверь? Я не знаю, что я ждал найти. Ой, я получу приз. Что было, то прошло. Прощальную записку в завещании. Я нашла извинение. Высказанное о том единственном языке, которое он по-настоящему понимал. В тот момент я увидела истинное лицо своего отца. Ну, слава богу, примирение в конце. Человек, доведённого до безумия, тоски и чувством вины. Пленник этого кошмарного дома, в котором... ... его преследовало, это... ...эхо ошибок и... ...трагических... ...воспоминаний. Это был этот дом. В этом самом доме, где нет места надежды, где нет куда ждать помощи. Я поняла, что мне нужно сделать. Я давно отказалась в попытках поднять отца, а дверь закрыта. Но в конце концов я нашла в себе силы, горит. Походу, это и есть финал, такой короткий, последняя серия с финалом. В этом доме мы блуждали, вспоминали. Я так понял, что у этой девушки настолько бурная фантазия, или это все из детства, ну то есть она все так представляла себе по-интересному. А вот и сама она, маленькая. Привет, принцесса, что это у нас тут? Ого, ты нарисовала лошадку. Очень мило, но... Почему она розовая? Ой, и теперь у меня тоже такая же фигня, только уже с ее ребенком. Эх, художники, художники. Ну вот, ребят, мы с вами наконец-таки допрошли дополнение. Это дополнение просто офигенное. Конечно, не скажу, что оно лучше, чем сама основная игра. Основная игра, конечно, бомба просто. Ну, если вы смотрите сейчас именно тот финал, обязательно посмотрите прохождение основной игры. Вы не пожалеете, это просто шикарно. Ну, а с вами был Лысый Петр. Подписывайтесь на канал, всем удачи и всем пока. Давайте, ребят, до следующего хоррора. Хей, надеюсь, вы еще не ушли. Я тут смею такую интересную штучку. Когда выбираешь главы, получается, ты можешь просмотреть, как ты проходил игру и как вообще менялась комната. Там, где все главы начинались. Вот пролог. Первый этап. Пост. Второй этап. Краска. Третий этап. Крутовка. Четвертый этап. Кисть. Пятый этап. Прикосновение. О-о-о-о. Жестко. И шестой этап. Созерцание. В конце там, конечно же, и створилось, вы помните. И все это, все, что хотела вам в конце сказать. Продолжение следует.